Здравствуйте, дорогие господа, с вами Вет Серега, мы продолжаем играть в Ветком Энаме Визин, продолжаем проходить мод Долгая Война. Так, смотрим, у нас улучшена баллистика два дня, да, инженерный отдел построить мы ничего не можем, хотел я построить школу офицеров, на нее надо 200 баксов. Это отлично, у нас здесь изучаются лазерные технологии, 9 дней еще, да? Так, по ангару, в ангаре у нас все дохлые, еще будут 4 дня курить, еще 4 дня курить, это грустно, это очень грустно, давайте попробуем прожить эти 4 дня. Да. Так, 6 трупов сектоидов, 1 ученый, конечно отдаем. Так, один день прошел, так, второй день пошел, похоже. Куча народу возвращается в строй, проект улучшена, баллистика завершен. Это у нас в литейном цехе, да? Значительно улучшить баллистическое оружие наших оперативников, я думаю, что наверняка точнее стрелять будут. Одноразовые ускорители, ну как бы нахрен не нужны, но тратят и на насплав, и фрагменты, и 50 баксов. Нам сейчас нужно еще буквально 43 доллара, давайте посмотрим серый рынок. 43 доллара. Хм. Можно, конечно же, вот это все продать. Хотя давайте... 10. 10, да? И одного дохляка продадим, вот так. Хорошо. Инженерный отдел, постройка сооружений, строим школу офицеров. Да. Так, а я правильно ее построил-то? Ну хотя мастерские здесь расположены. Потом ниже выкопаем, здесь будем строить лаборатории. Ну в общем, как-то так будет. Спутниковый модуль будет здесь у нас следующий стоять. Все, копим деньги на спутниковый модуль, и на него надо 20 инженеров. Запрос. На глобусе отмечены места, где сейчас пытаются похитить людей. Отлично. Отлично. 80 долларов сейчас должны мы забрать бойцов. Бойцов у нас вернулось в строй нормально. Так что будем забирать, будем забирать. Так, давайте формируем команду. Итак, ребята, мы скомплектовали команду. Смотрите, что у нас получается. Снайпер у нас идет, а он у нас младший капрал. Потащим его прокачиваться. Поэтому он у нас получает целеуказатель, получает вот этот вот прицельчик, да? Лазерный прицел и просто прицел. В общей сложности это дает ему 92 меткости. Но 4 здоровья это очень грустно. 4 здоровья это очень грустно. Надо будет что-то с броней делать. Дальше. Что у нас есть? 4 здоровья это реально на одно попадание. Дальше. У нас есть пулеметчик. А ну-ка хера ну-ка. С погремухой авария. Он у нас тоже получает прицел для того, чтобы стрелять. Он у нас может стрелять 2 раза, если я не ошибаюсь. Поэтому ему тоже даем прицел. Дальше. У нас здесь барышня, которая у нас черная вдова, получает прицел для марксманской винтовки. Ну с чем она и бегает. То есть разведчик наш. Это дает ей способность общий вид. То есть она должна лупить по невидимым целям для нее. Ну так же как и снайпер. Должно быть круто. Прицелов таких у меня больше нет. С деньгами полный напряг. Поэтому бульдозер у нас и так в принципе неплохо стреляет. А то он у нас 84 меткости выдает. Вроде как неплохо. И два новичка. Думаю должны справиться. Поэтому идем. Штурм 1. Готовимся к высоте. Наша цель Египет. Придется поработать. Со всего мира поступают сообщения о попытках похищения. Отправляйтесь к месту последнего происшествия. На этой карте мы ученого уже спасали, да? Выгружаемся. Отлично. Выходим. Штаб, ответьте рейнджеру. Мы на точке. Прошу разрешения на выброску десанта. Вас понял, рейнджер. Десантирование разрешаю. Что, здесь никого? Так, надо как-то народ нам повыше засадить. Например, вот сюда. Поэтому надо туда как-то прорываться. Поехали. Проходим. Проходим новички у нас. Понятно, я уже двигаюсь. Давай, иди к Халку. Вместе с ним пойдешь. Так, ты. Пулемет. Пулемет, чтобы паки не сорвать, наверное. Сюда идет. Хорошо. Так. Марксманская винтовка. Да? Но она у нас тоже получает внешний вид, поэтому... Общий вид, вернее, прицеп. Вражеские войска. Вот они. Вот они, засранцы. И сразу-таки раз, спрятались. Так, давайте. Будет... Начинаю наблюдение. Будет прикрывать... Чувака спрячем. Сюда вот пусть в окно смотрит. Так, ты тоже. Боеготовность. Снайпер. Снайпер, куда он у нас бежит? К окну? К окну? Ха-ха-ха. Кокнет сейчас. Так. Хорошо. Куда бы его затихарить? А давайте он вот здесь будет смотреть тогда. Давай, вперед! Пока что будет здесь смотреть. Чтоб никто не прибежал. Давайте на боеготовности. Нас могут обойти еще вот здесь. Принято! С этой стороны есть двери. Боеготовность. Вас понял. Новичок. Сканирую. Боеготовность. Так, ты новичок. Идешь. Выдвигаюсь. Идешь вот сюда. Хорошо. Халк. Слушаюсь. Проходим. Выхожу. Марксманская винтовка, да? Смотрю внимательно. Подходите, гады. Так. И тебя бы... Как бы тебя аккуратненько наверх-то засадить? Тут лестницы-то больше нету. Только здесь, по-моему, можно обойти. Поэтому давайте-ка он у нас тоже вот сюда пойдет. Бегом! Хорошо. Сидим. Так, эти здесь бегают, да? Что за чертовщина? Так, еще двери мы слышим. Кто-то там сквозь дверь врывается. Вот он. Никто из этих не видит. Ты меня с фланга! Так. Ты. Полное укрытие так-то. На секундочку. Что же делать? 52%. Можем, конечно, лупануть. А можем и спрятаться. Подвигаюсь. Давайте мы вот так сделаем. Держу сектор. Прячемся. Подождите. И ты у нас идешь вот сюда. Слушаюсь. Хорошо. Готовность номер один. Так. Вы. Здесь кто-то двери ломал. Смотрим. 84. Ну давай, Халк. Красавчик. Держу группу противника. Ого-го-го. Щеманулся. Есть. Начинаю наблюдение. Хорошо. Так, ты с Марксом, ковитовкой. Что же делать? Надо как-то на крышу. А давайте попробуем. Потому что занятие высоты даст нам прям хорошее такое преимущество. Мы пока, чтобы народ не пугать, вот сюда засядем. Вон он. Вон он. Хорошо. И снайпера надо теперь вот сюда засадить. Я думаю, будет это неплохо. Погнали. Да, хорошо. Сейчас мы будем здесь контролить. А это подбежит и сможет стрельнуть. Ты видишь нас? Видишь. Сразу валить. Так. Состав там. Погнали. Халк идет помогать. Приступаю. Давай теперь перезарядимся. Так. И здесь выглянем, да? Двигаюсь на позицию. Вон он. На боеготовности сидит. Огонь. Красиво. Красиво мы его умотали. Спешу. Так. Давайте теперь вот здесь посмотрим. Здесь, потому что еще кто-то бегал. Так. А этого мы, наверное, поставим вон там. Уже иду. Так. Пока сидите. Готовность номер один. Пока сиди. Подходите, гады. Ну, ты целишься. Вон он, вон он. Опа. Увидал. Они сваливают. Увидал, наверное, этого. Вот, смотрите. У нас с марксманской винтовкой стал стрелять, да? Теперь. Снайпер 100%, 10% крита. Он у нас новичок практически, поэтому давайте будем его качать. Красавчик. Красавица, вернее. Так. Проходим. Поехали. Здесь мы кого-то сняли. Еще кто-то должен бегать, да? Давайте. Ты пока стой. Халк. Никого? Так. Ну, этот вроде никого не видит, да? С этой стороны выглянем потом. Уже иду. Сканирую. Действую. Так. Я пошла. Вот он. Привет. 100%. Хорошо. Отлично. 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 Пока нормально идем. Пока идем нормально. Так, давай, ты посмотри. Ты посмотри, что там творится. Выполняю. Ничего не видно. Странно. Пока стой. Выхожу. Внимание всем. Вон он. Вон он. Вон он. Летуны. 32-47. Так. Снайперюги наши что-нибудь видят? Ни хрена не видят. Ты? Тоже ни черта не видишь, да? Поехали. Его поближе. Его поближе и будем прикрывать наших ребяток. Ясно. Буду начеку. Так. Эти вроде распинались, да? Иду. Так. Тут никого. Ты боеготовность. Ты что делаешь? За полным укрытием сидишь. Давай будем стрелять. Да. Проявить себя ты пока не можешь. Так. Боеготовность. Боеготовность. Ты куда у меня можешь походить? Два счета. Хм. Так. А что снайпера-то курят у меня? Я не могу понять. Ой-ой-ой. Ой, согласен полностью. Кстати, вот состав. Во. О-о-о. Отлично. Хорошо. Не смертельно, но ему больно. Полюбасу. Этого надо снимать срочно. Смотрите, что творят. Так, ты. О, стопроцентный крит. Забирай. Отлично. Так, дальше. Я пошел. Погнали. Халк. Разберемся. Это будет очень грустно. И просто Халк сразу умирает. Поэтому горцевать особо не будем. Так, ты. Двадцать четыре. Двадцать четыре, двадцать четыре. Ну, давай отомсти хоть, что ли. Прояви себя. Да. Еще дергается. Девяносто семь. Семьдесят семь. Давайте забираем лучше этого. Да, хорошо. Класс. Минус ствол. Это уже прикольно. Так. Посмотрим. Опа. Видим. Хорошо. Ну-ка, прояви себя. Не видит. Поэтому прячемся. Составку бы надо забрать. Ну, ты покойник, братюнь. Семьдесят. Семьдесят семь. Огонь. Больше он не дернется. Чисто, как по учебнику. Да. Прикольно. Пронесли на выход. Единственное, у нас новичок один пострадал. Ну, да ладно. Проявить они себя не проявили. Но наша команда сработала очень хорошо. Хотя нет, смотрите. Убил ноль. Убил ноль, да? Зато ему присвоили. Что-то лычки дали. За ранение, наверное. Все хорошо. Восемнадцатого на сплава. Восемьдесят баксов. Египет. Не забывайте. Мы видим все. Египет успокаивается. Это прикольно. Так. Мотаем дальше. Шеф, спутники к запуску готовы. Как только прикажете, мы их выпустим. Хорошо, спутники готовы. Спутникового модуля у нас нету. Нам нужно 20 инженеров. Для этого мастерскую не мешало бы построить. Ворон-4 готов к бою. Это очень прикольно. Так. Давайте посмотрим запуск спутника. Спутниковые связи работают на предельной мощности. Два спутника готова. Два спутника готова. И в Мексике у нас все плохо. В Мексике у нас, ребята, все плохо. Здесь, в принципе, все в норме. Все в норме, да? Но нам нужно. Прям срочно нам нужно все это. Двенадцатого на сплава за два инженера, да? Да, конечно, даем. Забирайте. Нам инженеры важнее всего. Сегодня утром прибыли новые инженеры. Должен сказать, мы от помощи не откажемся. Еще, соответственно, два инженера, и мы сможем построить. Где-то надо их взять. Ворон-2 готов бы. О, пушка Феникс. Производство завершено. Шикарно. Шикарно. Список кораблей к перехвату готов, да? Блин. Так. Ворон-1. Оснащение. Скорость высокая. Урон низкий. Пробивание низкое. Ну, говорят, крутая вещь. Ворон-5. Ворон-1. Ворон-3. Блин, эти нам могут пригодиться просто. Поэтому... Давай-ка, дружище, наверное, мы вот на первого ворона поставим. Или сутки потерпим, да? Сутки потерпим. На Ворон-2 поставим. Давайте. 168 часов. Чё? Поделить на 24. Это сколько? 72. Это охренеть. Это охренеть, ребята. Поэтому давайте-ка втыкаем на... 7 дней. Неделю будет перевооружаться. Охренеть. Вот это да. А раньше было сутки. Лазерные технологии. Ну, сообщение из совета. Учёный один. Ребятки, дайте нам, пожалуйста, два инженера. Мы получили сразу несколько вызовов. Места, где появились пришельцы, отмечены на глобусе. Хорошо. До конца месяца как раз ещё одну... Ещё одну миссию выполним. До конца месяца, да? Давайте сформируем команду. Что у нас здесь есть? Чёрный Мумба наш. Капрал. Ну, снайпера у нас, в принципе, одинаковые, да? Хотя у этого-то помоднее. 83. Меткость. У этого 74. У этого 80. Это тот, который сейчас у нас... Это тот, который ходил только что на миссию. Прикольно. А ну-ка, хера ну-ка. Опять авария у нас идёт. Штурмовик. Штурмовик. Макс у нас вылечился. А Димон ещё... Димон ещё у нас валяться. 15 дней в больничке выйдет. Плохо. Так. Снайпер. Доктор нам нужен. Доктор. Кому-то хероват, а дровосек. Батон. Айболит. Пенни. Шесть. Какая-то жесть. Давайте Айболита возьмём. Батона нашего. Так. У нас каким стволом? Штурмовая винтовка. Пистолет ему дадим, чтобы бегал получше. Дробовик замедляет. Халка берём. И стандартно два новичка, да? Два новичка у нас идут. У нас их не так много осталось, к слову сказать. Не так много у нас их осталось. Давайте берём. Так. Это уже похоже ходило. Задание одно, да? Я просто по оснащению смотрю. Штурмовая винтовка. Пистолет. Здесь на тебе броню. И здесь на тебе прицел. Вот так. Хорошо. У этих у всех прицелы. Дальше. Тебе мы тоже прицел выдадим. Были же у нас. Были же прицелы. Хм... А у кого? У разведчика. У разведчика. У нас в единственном числе усталость один день. Странно. Почему у нас... У нас же есть волшебная кнопка. Штурмовая винтовка. Прицелы. Лазерный прицел. Керамическая защита. Хорошо. И... Сделать... Да. Вот таким вот образом. Пулеметчику отдаем прицел. Отдайте мне прицелы мои. Вот у нас их две штуки. Хорошо. И выдадим прицел, наверное... Давайте Халку, что ли, выдадим. Хотя... Да не, пускай Халк с прицелом бегает. Какие проблемы. Вот таким вот образом. И доктор у нас... С новичками идем, в конце концов. Поэтому доктор будет лечить. Так, что-то я не то нажал. Все, в принципе, команда готова. В принципе, команда готова. Погнали. Садимся. Придется поработать в Британии. Похищение людей пришельцами становится все более дерзкими. Они стали нападать средь бела дня. Противостоять им можем только мы. Надо торопиться. Ну вот засранцы. Выгружаемся. В Дейс, когда играл, постоянно гонял на МВ-22. Кораблик, наш Рейнджер, чем-то похож. Тоже вертикальный взлет. Тоже задняя рампа опускается. Рейнджер, Рейнджер подходит к точке назначения. Штурм-1 просит разрешения на высадку. Вас понял, Рейнджер. Штурм-1, начинайте атаку противника. Не подставляйтесь. Давайте поднимем. Если палево, то мы сразу оттуда дергаем. Так, сиди. Так. Халк. Блин, Халка вперед вести как-то не очень улыбает. Новички у нас что смогут сказать? Новички могут здесь только выглянуть. Ну, за полную броню. Давай, выгляни. Никого не видно? Так, пулемет. У нас где-то здесь бочка с составом, да? Надо ее найти. Так, и вот здесь у нас, смотрите, какая штука. Надо будет здесь еще прочесать. Координаты получила. Погнали. Пулемет вперед. С пулеметом, наверное, новичок идет. Пора пробежаться. Вдвоем-то, наверное, справятся. Так, снайпер, подожди. Не мельтеши. Халк сидит здесь. Доктор сидит здесь. Хорошо. Целишься. Все. Снайпера очень хорошо посадили. Мне кажется, он прям прекрасно там будет сидеть. И делать пиу-пиу. Разберемся. А вот они. Вот они. Вижу интересно, что вы. О-о-о. Хорошо. Так, снайпер. Давай-ка. Покажи класс. Сто процентов. А давайте мы сделаем вот так. Ой-ка, хорошо. Сейчас будет всем тут. Бдыдыщ. Похоже, наведение накрылось. Всем хорошо сделал. Терпила. Халк, ты меня расстраиваешь. Выполняю. Проходим сюда. Ой, хорошо, зашли. 72. Огонь. Прикольно. Так. Снайпер у нас по-любому сможет лупануть соточку, да? Так, тот у нас покоцанный. Давай вот этого убираем его. Мочи. Тоже неплохо. Тоже неплохо. Так, доктора сюда, что ли? Отправим. Слушаюсь. Лишь бы здесь никого не было. 27, 27. Печалька. Целишься. Ты. Сюда. Ты. Ну, ты сюда. Хотя можно было сюда попробовать пробежать. Ой-ой-ой, что это вы здесь вытворяете? И куда ты делся? Это ты зря, дружище. Так, давай-ка посмотрим. Новичок. 27. Ну. Не. Даже рисковать не буду. Патроны тратить. 47. Давай попробуем. Доктором. Доктор не очень. Халк. Я в тебя верю. Зря я в него поверил, да? Открываем. Кто здесь? Пока никого. Бегу. Никого? Ну, давай, вперед. То, что надо. О, еще состав. 82. Забери его. Больше он не дернется. И один куда-то у нас свинтил, да? Один куда-то свинтил. Так. Интересно. Прикрывай, если че. Вон они. О, вот они, вот они, вот они. Смотри, че. О, привет. Ты вообще, что ли, псих? Ты вообще, что ли, псих? Снайпер. Снайпер. Ну-ка. 88. Сможешь, нет? Умница. Хорошо. Так, 27. Это очень плохо. 27, 27. Как-то кривовато они стреляют. Я бы сказал. Я бы сказал, что очень кривовато они стреляют. Двигаюсь к точке. Так, целимся. Так, тебя бы куда-нибудь убрать. Слушаюсь. Сюда. Ой-ой-ой. Это я зря сделал. Это я зря сделал. Простите. Пожалуйста, простите меня. 63. Спасай. Халк, ну ты че? Промахнулся. Я пошла. Ну, сейчас здесь никого не должно уже быть, да? Так, новичок у нас. Задача ясна. Это печальное зрелище. Лови подачу. Готов. Да. Это я его зря, конечно, туда посадил. И спрятался, блин. Пончо, Пончо. Пончо, Пончо. Это печалька, ребята. Это печалька. Снайпер. Не подведи меня, пожалуйста. 97. Так, вот этого надо на боеготовности убрать. Или вот этого, который повыше у нас там. А, нет, они оба там где-то. Огонь. Хорошо влипло, но... Не смертельно. Огонь. Да что вы такие? Добивайте уже мерзавцев. Так, как бы его убрать отсюда? Ему здесь будет плохо сейчас. Или надо как-то его вытаскивать? Так, ты. Состав забирай. И обходи их там. Будешь с тыла обходить. С этой стороны. Подожди. Здесь у нас пулемет, да? Есть. Вперед. Вот так вот. Еще бы ход продержаться. Нам бы ночь простоять. Да день продержаться. Так, эти все покоцанные. Ну, давай тебя еще попробуем покоцать. Ой-ой-ой. Что за огневая поддержка? Ты что, псих, что ли? Нормально. Нормально. Завязывай. Состав еще. Жадность меня губит. Состав хочется забрать. Боеготовность. Так, этот перемещается, да? Так, эти у нас должны быть косые. Так, тоже перемещается. Ты. Там, по-моему, залезть можно наверх. Так, этот сверх... Сверхотуры. Ну, я говорю, у них... Опа, опа. Не надо этого делать. Так. Забирай его. Хорошо. Так, ты здесь кого-нибудь видишь? Никого не видишь? А кто-то на боеготовности сидит, да? Надо бы его убрать. Десять процентов крита. Ну, забери его, что ли. Молодец. Хорошо. Так, у этого патронов нету. Хо-хо. Плохо. Это очень плохо. Этот, если у нас сюда пробежит, может быть, этого увидит? Есть. Или этого? Кого видим? Того видим. Огонь. Не круто. Корректирую огонь. Слушаю. Никого не видишь? Ясно. Так. И даже второстепенного оружия у него нету. Грустно. Грустно. Куда-нибудь надо заховаться и перезарядиться. Валим. Время убивать. Ну, этот сейчас умрет у нас там. Так. Походил. Стрелять. Да, стреляет. Ну, ребят, у вас с точностью должны быть проблемы. Боеготовность. Снайпера не трогать. Не трогать, я сказал, снайпера. Меня стреляют. Под люки. С составом промудили. Девяносто семь. Давайте вот это. Так, нет. Давайте, ребята, у нас сначала пойдут вот эти. Открывай. Не видишь, что ли, никого? Странно все это. Так, кто у нас на боеготовности? Ты? Меня два раза просить не надо. 80% пулемет. Ты че? Поправда на ветер. Ты че, пулеметчик? Хренов пулеметчик. Так, доктор. Без патронов. 43, 20, 68. Убьешь? Молодец. Лунатик готов. Ты? 69. Нет. Вот дерьмо. 97, 97, да? Забери его. Этот труп. Боеприпасов нет. Но, тем не менее, одну бочку с составом мы подняли с вами. Это очень хорошо. Ясно. Уже двигаюсь. Вот он. Ой-ой-ой. Сглядите за флангами. Придурок походил. По нашему сектору ведут плотный огонь. Этот придурок походил, да? Замочи козла. Нормально. Так, снайпер разряжен. Этот тоже разряжен. Пулемет. 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 82. Огонь. Пулеметчик. Поправка на ветер. Ты че? Продолжим. Ох, и днища. Два промаха. Два промаха. 22,10. Я балдею с него, ребят. 63. Надо его забирать. Поправка на ветер. И мне кажется, сейчас он даст нам джазу. Так, продолжаем. Тут звонят всякие друзья, товарищи. Так, 39, 27. А, нет, давайте перезарядимся. К бою готов. Терпила. Помогите! Кто-нибудь! 7, ни хрена себе. Добей его еще. Они уходят! 43, 42. Снайпер. Или нет, давайте новичок у нас попытается все-таки. фраг получить. Но, наверное, не судьба. Но, наверное, не судьба. Так. Халк. Да, командир. 63 стреляет. Что-то по лоховскому-то, что-то я не пойму. Прощай, не выйдет. Я пустой. Отлично. Ну, давайте снайпера качнем. Хоть он в этот... Здесь неплохо отстрелялся. Отлично. Отличная работа! Все сделали как надо. Одного новичка потеряли. Ну, просто по глупости. Ну, да ладно. Возвращаемся на базу. Ну, боевой человек вернулся в строй. Отлично. На следующую миссию пойдет. Новичок получает у нас повышение. Яблочко. Яблочко. Снайпер наш. Выстрел на вскидку. И точный выстрел. Но, мне кажется, выстрел на вскидку будет прикольно. Я что-то тут подумал. Этот получает у нас повышение. Усталость 4 дня. И, а ну-ка, херану-ка, идет на 20 дней отдыхать. Да и как бы и бог с ним. Авария, блин. Два раза просрать по 80 и 82 процента. Ну, это печалька. И мы с вами 36 наносплава поняли. Прекрасно. 80 баксов. Для связи, командир. 160 долларов. Нам буквально осталось. Школа офицеров один день. И спутниковый модуль нам, чтобы построить, нам нужен 20 инженеров. Где-то надо набрать 2 инженера еще. Но у нас будет сейчас лазерной технологии. И сообщения из совета дадут нам инженеров. Так что, давайте мотанем чуть-чуть. Отлично. Смотрим. Изучая методы контроля энергии рассеивания и тепла, которые инопланетяне используют в своем оружии, мы нашли способ значительно улучшить наши модели лазерного вооружения. Более того, мы даже создали рабочий прототип. Он получился не только мощным, но и сравнительно легким. Раньше это сочетание оказалось невозможным. Нам пришлось уменьшить размер фокусирующих линз. Однако на силе и точность оружия это почти не сказалось. И у нас хреново гора всего. Смотрите, лазерный карабин, лазер гатлинга, тренировка персонала, оружие, лазерный пистолет, лазерная витовка, автоматический лазер, лазерный пистолет-пулемет, да нифига себе, теплоизлучатель, лазер гатлинга, да? Лазерный пистолет, понятно. Тренировка персонала оружия. Мы сможем потратить некоторые средства на обучение программы охранного персонала XCOM по использованию лазерных винтовок, что позволит им эффективнее оборонять нашу базу. В случае нападения на базу, они автоматически будут экипированы любыми запасными лазерными винтовками из инвентаря. Прикольно. Лазерный карабин. Смотрите, новые винтовки. Облегченная версия лазерной винтовки. Лазер гатлинга. Оружие для пулеметчика с увеличенной эффективой... Криворукие переводчики. С увеличенной эффективной... Дальность стрельбы способна наносить огромный урон. Данное оружие тяжелее автоматического лазера и его значительно труднее перемещать и готовить к стрельбе в боевой ситуации. Теплоизлучатель. Вспомогательное лазерное оружие, наносящее наибольший урон в своем классе, но снижающее мобильность оперативника. Ну, типа лазерного дробовика. Пистолет-пулемет. Низкий урон, но дающий высокую мобильность. Автоматический лазер. Обладает высокой скорострельностью, но требует большого количества энергии, что приводит к серьезному увеличению веса оружия, однако он способен уносить высокий урон. Лазерная винтовка. Невероятно точное оружие. Блин, я хочу это уже все. Я это все хочу уже. Так. Улучшенные технологии брони. Экспериментальное снаряжение. Что нам нужно еще? Передовые лазерные технологии. Долгий проект. Компьютеры. Ксеногенетика. Улучшенные технологии брони. Вот, быстрые проекты. Давайте, налой истребитель. Рада, что вы не забываете научный отдел, шеф. Я уже отправила новичков в лабораторию. У нас ученых 27 человек. Смотрите, как шикарно. Улучшено сообщение. Мы приятно удивлены успехами проекта «Обексон». Упущено кораблей 4. Признаюсь, последние результаты превзошли все наши ожидания. Да, нам дали денег. Вы понимаете? Совет такими комплиментами не разбрасывается. Два ученых, один инженер. Смотрите. Не хватает одного инженера. Не забывайте. Мы видим все. Одного инженера не хватает. Сегодня утром прибыли новые инженеры. Должен сказать, мы от помощи не откажемся. Мастерская сколько будет готовиться? Давайте вот здесь мастерскую построим. 21 день. Печаль, тоска. Ну а что делать? Будем строить спутниковый модуль, да? Может быть запросы какие-то есть. Запуск спутника, запуск спутника. Не можем мы запустить. Не хватает у нас. 19 инженеров. Одного не хватает. Черт побери. Школа офицеров. Так, ладно. Давайте посмотрим, что мы можем теперь делать. Лазер. Лазерная винтовка. 42 доллара. Облегченная версия лазерной винтовки нет. Мы будем делать вот это. Теплоизлучатель. Лазерная винтовка нам нужна. Автоматический лазер. Его значительно труднее перемещать и готовить к стрельбе в боевой ситуации. Это, наверное, тяжелая хрень, как тяжелый пулемет. Это, да? Который мы не сможем таскать. Автоматический лазер. Так, давайте. Лазерная винтовка. 42 доллара. Нам нужно по-хорошему... По-хорошему 200 баксов оставить. Количество 5. Ну, снайперы мы всегда с собой таскаем, поэтому берем. 5 лазеров заказываем. 12 дней. 5 лазеров. 1. 1 автоматический лазер. Лазерный карабин нам нахрен не нужен. Лазерный пистолет. Ну, даже не знаю. Даже не знаю. Хорошая вещь, но... Увеличивает урон баллистического оружия и оружие Гаусса. Защита из сплавов. Марксманский прицел. 3 штуки сделал, как бы для 1... У нас один только этот... Этих 4 прицела. Вот нам нужны еще, да? 132. Вот так, хорошо. Еще 2 прицела запустим. И нам нужно было... Что еще сделать? Кумулятивные боеприпасы. Для ТМБ, МП. Пушка, Феник. 113 долларов. Ну, да ладно. Как бы хрен с ними. Прицелы 7 дней. Лазерная винтовка. 12 дней. Нам надо протерпеть. Ну, так-то еще полмесяца. Еще полмесяца. И будем мы уже на коне. Все, ребята. На этом с вами буду прощаться. Надеюсь, что вам понравилось. Если понравилось, не забывайте ставить пальцы вверх. Всем спасибо за просмотр. Увидимся. Всем счастливо. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok